Последние статистические данные, которые опубликовал Мордовия Стат, таковы. За первые пять месяцев 2019 года в республике зарегистрирован 2421 новорожденный. Из них 1222 мальчики и 1199 девочки. Почти половина из них – это вторые дети. Даже первенцев семьи не торопятся заводить. А количество третьих и последующих детей и вовсе не дотягивает до 20%. Почему вдруг статус многодетной семьи перестал быть привлекательным? Мы попытались выяснить. Я даже не знаю. Я еще пока от первого не отошла. Нет, ну более нет. Ну двоих я бы могла, конечно, родить. Зависит, конечно, от зарплаты. От нашей. Вот, зарплата у нас маленькая. Если возможность будет позволять, почему-то нет. Я люблю большие семьи, много детей. Естественно, при финансовой самое для нас важное сейчас. Так что если будет финансовая, почему бы и нет? Наверное, скорее всего, нет. Двух. Больше не хочу. Ну, наверное, потому что нет такого дохода. Все та же упрямая статистика говорит. Женщин в Мордовии больше, чем мужчин. Похвастаться тем, что мужчины превалируют, может, только Зубово-Полянский район. Средний возраст по республике 42 года. Городское население значительно моложе. Средний возраст около 40 лет. Старики по-прежнему обитают в районах. Максимальное среднее значение почти 48 лет у населения Дубенского и Темниковского районов. Общая тенденция – женщины живут минимум на три года дольше. Как бы то ни было, цифра в 2,5 тысячи вновь рожденных людей не перекрывает показатель смертности. Все потому, что за тот же период, первые пять месяцев 2019 года, на тот свет отправилось 4,5 тысячи человек. К снижению численности населения по-прежнему играет роль миграция. И этот показатель, кстати, весьма стабилен. Из других регионов России на территорию республики прибыли почти 3 тысячи человек. А вот покинули Мордовию почти 4 тысячи. Москва и Московская область снова занимают лидирующее положение среди регионов, где жители республики ищут лучшие жизни. Что касается внутриреспубликанской миграции, статистики говорят, отток населения из сельской местности в городскую сейчас практически незаметен. Возможно, потому что переезжать в город уже некому. Вопросами демографии, к слову сказать, республиканские власти озадачились еще в 2013 году. Тогда ситуация была практически такой же, безрадужной. Разработали целый пятилетний план. Нанореспубликанскую целевую программу по улучшению демографической ситуации в Мордовии до 2018 года планировали потратить на реализацию без малого 2 миллиарда рублей. И вот 2018 прошел. Программу продлили до 2020, а статистика почему-то по-прежнему не радует. Молодежь уезжает с города, наверное, нет рабочих мест. Молодежи мало становится. Нет работы, нет зарплаты. Молодежь у нас уезжает в Москву, например, на заработки, потому что работы нет. Если подвести итог, население в Мордовии возрастное. Мужчин меньше, чем женщин, и живут они меньше. В поисках лучшего жители республики по-прежнему уезжают. Рождаемость ниже смертности. А решиться на третьего и последующих детей людей не заставляют ни меры господдержки, ни прочие профиты. Светлана Лашина, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова